МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте. В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Гость оказался настолько беспардонным, что пришлось его убить, почему пенсионер взялся за нож. Раскаивайте. Раскаиваю. И синий строй. Все-таки вот этот удар ножом вы с какой целью ему причиняли? Я не хотел его совсем. Не знаю, как получилось. Не можете везти? Не могу. Культивируют, варят и завозят. Жители города и области попались на изготовление и перевозке наркотиков. Собирал траву. Все, вышел сюда и покурил. Для себя? Да, для себя. А ты давно употребляешься? Ну, можно сказать, больше на алкоголь. На танцах много не заработаешь. Очередное откровение сотрудников и сотрудниц приват-клуба «Джага-Джага». Не маленькие. Я думаю, понятно, для чего состоят люди. Но сейчас заходят в клуб, берут этих девушек. Там все эмблемы такой тематики. Слишком взрослые для детских развлечений, слишком маленькие для первого уголовного срока. Если уж подростки возомнили себя самостоятельными, дело плохо. И усугубляется оно при наличии взрослого подстрекателя. В октябре прошлого года от хозяйка одной из дач в Тулатова поступило заявление о том, что в ее летнем домике не просто кто-то живет, а собрал туда все ценные вещи с соседних дач. Оказывается, таким способом мужчина пытался спрятать от правосудия свою несовершеннолетнюю подругу. Девочка, воспитанница Шереметьево-Песочинского детского дома, находилась в розыске. В отношении нее уже шло расследование уголовного дела. Заботливый ухажер разместил девушку на самой комфортной, как ему показалось, даче и регулярно подбивал на кражи. Следователи насчитали 16 эпизодов. Уголовный закон предусматривает наказание для лиц, достигших 18-летнего возраста, в случае вовлечения ими несовершеннолетних в совершение преступления. В данном случае статья 158, часть 3, подразумевает под собой то, что это тяжкое преступление и санкции данной статьи до 6 лет лишения свободы. Молодой человек тем, что вовлек несовершеннолетнюю в совершение преступления, также совершил преступление, предусмотренное статьей 150, частью 4 Уголовного кодекса, за которое предусмотрено наказание уже до 8 лет лишения свободы. Почему-то в России самостоятельность и независимость чаще всего проявляются в виде нарушения закона. Редко кому приходит в голову пойти работать или учиться на свои честно заработанные деньги. Все видят только богатство в домах у соседей и совершенно не задумываются, откуда оно берется и какой ценой досталось. А любителям молоденьких девочек в первую очередь стоит перечитать Уголовный кодекс. Село Затишье уже не в первый раз полностью опровергает свое название и попадает в протокол. История проста до безобразия. Уголовное дело в отношении местного жителя было возбуждено 14 сентября. В этом доме задержанный проживал с женой, дочерью и четырьмя маленькими внуками. Но большое количество домочадцев никак не сказывалось на его поведении и привычках. Часто выпивал, нигде не работал. Вот и ЧП началось с очередного застолья. Новый гость оказался слишком навязчивым и наотрез отказывался идти домой. Вел там себя достаточно бурно, кому-то что-то из родственников подозреваемого доказывал. Тот проснулся, видит, что гость разбудил его малолетних внуков, которые тут стали кричать, плакать. Пытался выпроведить гостя из своего дома, однако тот уходить не намеревался. Ну и по пока непонятной следствием причине, почему-то наш подозреваемый не нашел иного способа, как попытаться выпроводить из дома. Это взять нож и нанести ему один удар в правую сторону грудной клетки. Я хотел его вынуть, он мне остался. Я взял нож и его все-таки поймал. Ну, потом сразу испугался, что я наделал, и позвонил в милицию, и он скоро был. Прямо рядом с телом раненого приятеля, виновника, и обнаружили полицейские. Я здесь еще за голову сладился, и все. Мне дрожь пошла. Пенсионер не был даже прописан в этом доме, и, судя по обстановке, часто докучал близким, пьяными выходками и многочисленными приятелями. Одним единственным ударом мужчина умудрился задеть сразу несколько жизненно важных органов. На следующий день потерпевший скончался в больнице. Раскаиваете? Раскаиваю. И сильно, что я говорю. Все-таки вот этот удар ножом, вы с какой целью ему причиняли? Я не хотел его совсем, не знаю, как получилось. Не можете объяснить? Не могу. Задержанному грозит серьезный уголовный срок. В 81-м году он уже был судим за кражу, но история давняя, говорят следователи, и сегодня уже не имеет особого значения. К другим темам. Мужчина обжалует приговор, которого могло и не быть при наличии этики и воспитания, а ведь всего-то задержали на улице пьяным и доставили в отдел. Протестуя против административного наказания, бунтарь заработал 2 года 9 месяцев лишения свободы. И это один из единичных случаев, когда по данной статье человек получил реальный уголовный срок. Он умудрился оскорбить полицейского и сломать ему палец на левой руке. Учитывались факторы следующие. Во-первых, часть 2, статья 318, это преступление тяжкое, из-за него законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы, в отличие от первой части. Плюс учитывалась личность обвиняемого, как установило следствие, он ранее был неоднократно судим за совершение различных преступлений. Преступление, за которое он понес сейчас наказание, оно было совершено им вперед условно досрочного освобождения. Умеют некоторые люди наживать себе проблем буквально на ровном месте. Самая трудная работа у бухгалтера. Что там дебет с кредитом, когда в уме больше цифр, чем на бумаге? Вынесен обвинительный приговор с наказанием в виде штрафа бухгалтер управления юстиции Паризанской области. Предприимчивая женщина полгода организовывала себе неплохую финансовую поддержку к зарплате. Материалы проверки были переданы ФСБ Паризанской области. Имя была проведена работа, в ходе которой было выявлено, что главный бухгалтер управления Министерства юстиции Паризанской области начислял себе премии выше тех, которые были ей положены по приказам начальника управления. В уголовном деле есть и такой нелицеприятный факт, как приобретение фальшивых бланков за оплату гостиницы в командировке. Разумеется, указанная в нем сумма сильно отличалась от реальной. Вину своего бухгалтера признала. Штраф по сравнению с похищенным символически – 50 тысяч рублей. Но, учитывая, что нанесенный ущерб полностью выплачен, урок должен быть усвоен. Рекордной выдалась эта неделя по количеству обнаруженных наркотиков. Только за прошедший вторник сотрудники полиции нашли и уничтожили 23 куста наркосодержащих растений. Запрещенную культуру выращивал прямо у себя во дворе жители села Гавриловское Спасского района. Полицейские нагрянули без предупреждения, но 45-летний житель словно предчувствовал визит нежданных гостей и заранее вырвал все растения с грядок и спрятал. А вот о том, что несколько кустов сушатся в гараже, забыл. Злоумышленник был задержан. А это уже окраина Рязани. Сотрудники МВД сражаются с высоченными кустами, которые разрослись самостоятельно и могут привлечь жаждущих. Такие рейды проводятся постоянно, и только за последние найдено несколько подобных площадок в Канищево, в Кадомском, Михайловском, Петелинском и Сасовском районах области. В последнем дикорастущая конопля в перемешку с кустарниками и бурьяном заняла ни много ни мало около 400 квадратных метров. Чтобы запрещенная культура не попала на черный рынок, ее приходится сжигать прямо на месте. В Рязанском районе внимание полицейских привлек водитель поддержанного отечественного автомобиля, двигавшегося по улице поселка Мурмино. Накануне оперативники уголовного розыска получили информацию, что в машине могут перевозить наркотики. При досмотре в салоне авто действительно был обнаружен большой мешок со стеблями и листьями конопли, а также 244,5 грамма марихуаны. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Необычным поведением отличился и 26-летний житель города Новомичуринска, Пронского района. Оказалось, причина тому легкое наркотическое опьянение. А при личном досмотре нашелся и самодельный контейнер с подозрительным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил при себе 122,5 грамма марихуаны. Собирал траву, высушил и покурил. Для себя? Да, для себя. А ты давно употребляешься? Нет. Можно сказать, больше на алкоголь. Очередной адрес помогли в этот длинный список добавить внимательные жители микрорайона Конищево. По их информации, в одном из домов периодически появляются подозрительные молодые люди. А в округе пахнет чем-то странным. И запах слышится из определенной квартиры. Эта 40-летняя женщина организовала наркопритон прямо у себя дома. Изъяты наркотики и прекурсоры для их изготовления сама злоумышленца задержана. Еще один автомобиль инспектор ДПС остановил на посту при въезде в Рязань. 32-летний водитель тоже делает круглые глаза, как будто не имеет понятия, к чему все эти расспросы. При досмотре салона авто сотрудники уголовного розыска обнаружили две пластиковые бутылки с вязким веществом бурого цвета. Экспертиза установила, что злоумышленник перевозил более 2,5 килограмм наркотического сырья, гашишного масла. Информацию о том, что в Рязань привезут большую партию наркотиков, полицейские получили еще накануне. Они установили личность мужчины, который мог быть причастен к наркотрафику и выявили возможных помощников. Возбуждено уголовное дело. Но самый интересный рейд, пожалуй, полицейские провели в приват-клубе Джага Джага. Уже во второй раз за последние несколько месяцев очаровательные сотрудницы пытаются убедить представителей закона в том, что зарабатывают пусть и очень откровенными, но абсолютно невинными танцами. И интим услуги тут совершенно ни при чем. На фоне широкоплечих оперативников девочки в пенюарах смотрятся особенно контрастно. Минимум одежды, максимум эмоций эфирического шоу. По крайней мере, так гласит сайт приват-клуба, повествующий о состоятельных клиентах, ежедневном стабильном заработке и, внимание, отсутствии принуждения к оказанию сексуальных услуг. Для участителей жильцов вход в клуб Джага Джага бесплатный. Нам дано указание тех, кто работает в клубе Джага, но вот в ночь. То есть вот девчонки, что когда они проходят, их не тормозить, если они с гостями идут, никаких вопросов не задавать по поводу того, там карточки, гости, не гости. Просто если видно, что они с Джаги, то их не останавливать. Поэтому я не остановил их. То есть если девочки с Джаги идут с клиентом в номер, то мы их не останавливаем, потому что нам дано такое указание. Прямо с подиума девушки без стеснения отправлялись в номера гостиницы «Лович». Рядом с алкоголем и закуской – стопки противозачаточных средств. По словам длинноногой Дивы, без них даже с мужем никак. В этом номере, как вы оказались, танцевать? Нет, пригласили выпить и посидеть. За деньги? Ну, естественно. Только выпить и посидеть. У нас пока никакого разговора не было дальше. Пока выпить и посидеть. Ну и сколько стоит выпить и посидеть? 20 тысяч. Вторая подруга, видимо и правда в этом деле новичок. Сквозь слезы говорит все как есть. В этом номере сюда зачем вас пригласили? Да, чтобы заняться любовью. За деньги? Да. Да. Давно таким способом работаете? Нет. Я недавно начала. Но в Лович ежедневно у вас? Я недавно работаю, только 3-4 дня. И все, первый раз за это все. Первый раз у меня. А подруга более опытная в этом времени? Я ее так и не знаю. Девушки так привыкли к заявленному куражно-эпатажному стилю, что даже в такой пикантной ситуации пытаются кокетничать. Трактус на плохое. По заявлению одной из них не имеет значения, что и как они делают, но все наотрез отказываются признавать, что любовь за деньги не что иное, как проституция. Пока по данному факту проводится проверка. Большинство проблем возникает от того, что люди имеют очень смутные представления о законе и последствиях. Это не шутки. Самым нелепым образом можно заработать уголовный срок. Не забывайте об этом. И до новой встречи через неделю. Надеюсь, по разные стороны экрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова